Перед началом ролика я бы хотел вас оповестить, что ведется набор в клан Друзья 21 уровня. Желательно нам нужны игроки ТХ-14, ТХ-15, так как 12 и 13 уже достаточно. Тег я оставлю в описании этого видео. Всем здарова, друзья, с вами Тим, и это новое видео на моем основном аккаунте, Крах. Можно сказать, конец сезона на этом аккаунте. Конечно, еще целая неделя, но все же уже можно подвести итоги, так как строителей больше не освободится. И сами знаете, что такое ТХ-15, это поставил строителя и забыл на неопределенный срок, там чуть ли не до 25 дней. Короче говоря, очень долго, но на сегодняшний день картина уже совершенно меняется, и поэтому есть что показать. Все, что я говорил в начале сезона, в целом все и как раз таки получается, так как все-таки забор уменьшается, а точнее 15 уровень уже все меньше и меньше, остается всего 33 заборинки, хотя мы сегодня еще уменьшим, и конечно же постройки, это основа. После того, как добавили часть забора, какую-то часть дефа, очень много всего было, там те же самые хижины строителей, Теслы. Короче говоря, все казалось очень таким устрашающим, долгим, но на самом деле проходит некоторое время, я бы даже сказал, очень быстро все это проходит, и из списка у меня остается прокачать лишь только 3 гигантских бомбы. Поставлю я сегодня чемпиона на 37 уровень, Кинг у меня будет прокачиваться за книгу потом на 90 уровень, то есть 3 героя уже будет фул, и 3 левла останется чемпиону. Ну и как вы понимаете, кроме стен больше ничего не останется, хотя за эти дни, скорее всего, они тоже будут зафулины, так как уже вы надо заканчивать. Я, конечно, никогда не спешу, но тут-то уже, я думаю, стоит поторопиться, все-таки хочется опять почувствовать себя фуловым ТХ-15. По волшебным предметам на этом аккаунте картина все хуже и хуже, так как все идет в прокачку, и по сути завтра обновятся награды, но тем не менее, сегодня я уже купил еще тренировочные зелья за медали рейда. У меня есть еще медальки, я могу купить зелье компаньона, либо зелье строителя, но это нафиг не нужно, так же как и кольца стен, так как я их и так качаю за ресурсы, и это слишком дорого, поэтому, скорее всего, завтра я куплю опять зелье изучения на лабу, чтобы быстрее ее уже закончить, и зелье часовой башни, чтобы ДСК дальше у нас продвигалась. Кстати говоря, что касаемо лаборатории, я на ученика накопил благополучно, потратил уже 2 зельки на него, ну и, как видите, 9 дней, завтра я куплю еще 3 зельки, это тоже по дню, то есть в конце сезона я, возможно, еще раз успею поставить на прокачку что-то, и это, скорее всего, что-то будет опять ученик на фул уже, он фуловый 4 уровня, после этого я поставлю камнебросатель, тоже так же прокачаю, и все, лаборатория будет фул. Как вы понимаете, сюда я волшебные предметы тратить больше не буду, те же самые молотки уже покупаться сюда точно не будут, я, скорее всего, с ЛВК буду все медали копить, ну, первые, конечно, потрачу на молотки, но я уже буду копить волшебные предметы на следующие обновы, так как сейчас я уже не вижу смысла тратить волшебные предметы, тем более я уже совсем скоро буду фул. По питомцам остается лишь только Лесси, и завтра опять придется фармить 220 тысяч примерно, да, очень много, но придется. Я сегодня, кстати, около 700 тысяч дарка нафармил, это капец много, но приходится, это ТХ-15. И да, у меня 15 уровня Як, я его еще не тестировал, но, думаю, изменения сильные не замечу. Правильнее было бы конец сезона записывать с наградами ИК, но я тоже это все прошел и на Твинке, и на этом аккаунте, и, по сути, здесь тоже волшебные предметы, которые просто будут копиться, и я их тоже не потрачу в конце сезона, так как они просто-напросто уже не нужны. Я даже в событиях, которые мне нужны были, зельки прошел, эту, конечно, продал, но зелья лабы мне нужна, поэтому, как бы, я ее и заюзал сразу же, так что все, что нужно, я прохожу и максимально быстро прокачиваю данный аккаунт. Что касаемо фарма, конечно же, я неизменим, и по-прежнему формирую супер гоблинами. Ну, а КВ-шка, все, окончательно я уже решил, я играю с суперхогами, и сегодня я как раз-таки это продемонстрирую, что суперхоги на сегодняшний день это, наверное, самый имбовый супер юнит. Но перед этим перейдем на деревню строителя, так как это тоже деревня, и это тоже основной аккаунт, поэтому стоит показать, что я здесь сделал. Я вкачал дробильщика до 10 уровня, и, кстати, я вкачал его за книгу. Не знаю зачем, но как бы книгу потратил, и после этого уже поставил аванпост. И, кстати, завтра, сегодня, сегодня он будет ставиться уже на 10 уровень, то есть фулл. Ну, а исцеляющая хижина на фулл уже поставлена. После этого будет вкачано хранилище золота, и, как вы понимаете, сборщики, хранки, один герой, это все зафулино. Соответственно, остается вкачивать только второстепенный деф и ловушки. Да даже забор мы с вами тут быстренько вкачали, поэтому деревня строителя тоже не стоит на месте, и прокачивается очень даже неплохо. Но, тем не менее, я смотрю на время прокачки всего этого, и понимаю, что деревню строителя я буду качать не до конца лета, а еще месяца 2-3, возможно, может даже и побольше. Короче говоря, достаточно долго. Кстати говоря, что касаемо топа, уже прошло более двух недель, и, как видите, кубки неизменимы. То есть, разработчики все-таки нашли этот баг, пофиксили, возможно, не до конца, но, тем не менее, 20 тысяч кубков в этом сезоне мы не увидим. И это говорит о том, кстати, что следующий сезон такой не будет уже. И мы, скорее всего, увидим, ну, максимум 1012, может 11 тысяч, что является, в принципе, неплохо. Тем более, если учесть, как было раньше, типа максимальные 5 тысяч кубков лига давалась, ну, а у игроков было 6500, 7200, там, 7500, то есть, это нормально. Поэтому, скорее всего, сейчас кубки нормализуются, и уже потом можно будет что-нибудь дозапушить, какую-нибудь там, ну, хотя бы рубиновую, ну, какую-нибудь, короче говоря. Пока что я просто на изи фармлю эликсир и прокачиваю в лаборатории абсолютно все, что мне попадется под руку. И скоро я ее, кстати, тоже за фулю. Но это я говорил вам еще в прошлом видео. Предлагаю вам прямо сейчас быстренько зафармить ресурсы и уже дофармить на чемпиона. Ну, и перед его постановкой, конечно же, проведем атаку еще одну хогами. Честно говоря, я сегодня уже так устал формировать, что мне абсолютно любой соперник подходит. И вот как раз-таки вот этого соперничка я сейчас хочу, знаете, что сделать? Ну, вы понимаете, да, когда я нахожу такого, я хочу пробраться в центр, хочу забрать абсолютно все хранилища, сборщики. И, естественно, гоблины после всех этих действий у нас будут уничтожать дефенс. То есть трешечка с такой прокачки и даже без скинга. Да, это заброшка, да, это рашер, да, это нубчик, но все же хотелось бы это увидеть. Поэтому бамс, бамс. Чемпиона тоже бамс. Ну и лучниц просто так закинем. Мне просто уже ни банки не нужны, ни ничего не нужно, короче говоря. Поэтому закидываем вот так вот все это добро. Я целую пачку сейчас, кстати, закину. Интересно, шеврять или будут лупашить? Нет. Я как понял, нет. Ну окей, нам даже проще. По идее мы сейчас заберем последнюю хранку и скорее всего... А, Теха! Фу! Конечно, последнюю хранку. А кто Техата будет забирать? Ёлки-палки. Кстати, чемпион уже прожался. Это, конечно же, не радует. Он у меня вообще пошел в какую-то Ж, скажем так даже. Но ладно. Так, а у нас сейчас уже... О, все шикарно. Тогда вот так, смотрите, на каждое строение, на каждое дефенс закидываем по одному, по два гоблина и добиваем уже эту базу до трех звезд. Надеюсь, у меня это получится. И ничего нам не помешает в этой базе. Так, сюда можно еще рейдж. Мне просто уже это не нужно. Ни гоблины, ни банки. Поэтому я все и истребляю. Бам! Сюда молнию. Все, абсолютно все, что было. Все закидал. Ну, в целом, трешечка, да. Получается. Следующая атака однозначно будет у нас с кабанчиками. Так как они мне очень понравились, я уже второй день играю на КВ. Поэтому хотел бы вам продемонстрировать атаку на какую-нибудь хорошую ТХ-15. Я спустился гоблинами очень низко, и соперника найти нереально тяжело. Но, тем не менее, я вроде бы как его даже нашел. Так, клановой крепости у него нет. Нам повезло. Пробиваем стеночку. Сюда дракончика. Бам-бим-бом. После этого накидываем сюда казарму. Ну, кстати, кинга нет очень-очень прям плохо. И капец как мешает иногда. Но, тем не менее, постараемся что-нибудь красивое оформить. Так, ту область я просто типа почистил. Или же нет? Не типа. Не, не типа. Короче, я с этой стороны буду залетать. Просто королева зашла. Я думал, зайти лишь, может быть, с другой стороны как-нибудь. Но нет, придется с этой стороны залетать. Так, как королева, может быть, по-датской погибнет там как-нибудь. Я не знаю. Поэтому нам, кстати, еще нужно бы прожать. И, наверное, сразу же заюзать там. Просто как бы печально будет увидеть конец хогов. Если они сейчас все в центре где-нибудь загнутся. И, кстати, что-то они как-то и загнулись. Ну да, что-то не очень как-то в центр они залетели. Прям здраво. Прям вообще плохо, я бы даже сказал. Так, что у нас вообще по банкам, по героям? Ну, пока непонятно, честно. Говоря, я вижу хогов, но они как-то убежали все вообще отовсюду. Чемпион поражался, но елки-палки, монолит. Какой же урон наносит просто дикий. И, кстати, адская все же достает до квины. Это очень плохо. Я думаю, что стоит накинуть хил последний вот сюда. Так как тут бомбежка. Ну и, честно говоря, Кинга не хватает прям капец как для этого микса. Все же в роли танка он прям здравый. Тем более 90 левел. Да вообще отсутствие одного героя на ратушах выше ТХ-12. Это прям очень сказывается. Честно сказать, я думал, что я тут солью сейчас. Но вроде как должны хоги исправить всю эту ситуацию. Добрать остатки дефа. И мы должны все же затащить данного соперника. Не, ну было бы неправильно вообще. Вот я все-таки хотел вам похвалиться, что хоги реально имба и я ими умею играть. Но что-то получается иначе. Короче, это имбовый юнит, где не нужно сильно стратегии, прямых рук. И при этом частенько залетают очень красивые трешки. Ближайший строитель через два дня. Но один фиг завтра фармить на животное 200 тысяч. Поэтому придется все же запускать буст. Либо так просто фармить гоблинами. Но тем не менее, на сегодня я уже точно закончил. Я реально устал формировать. Поэтому сливаем ресурсы на забор. И посмотрим, сколько вообще остается заборинок. Кстати, можно было бы сейчас немножечко еще дофармить и прокачать еще по заборинке. Но уже не буду никуда спешить. Вообще пофиг. Сегодня уже ничего не хочу делать. Остается 29 заборинок всего. Ставим на прокачку чемпиона. 6 дней 9 часов. Отлетает. И в общем-то все. На сегодня я закончил. Очень классно выглядит вообще вот этот списочек. А когда стены вкачаю и бомбы, будет вообще замечательно. Он будет абсолютно пустой. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok